Всем здравствуйте! Всем доброго воскресного вечера! Ну что же, сегодня у нас прекрасные, прекрасные гости, лично для меня, потому что ребят я знаю, и честь доводилась с ними общаться. Очень приятные и перспективные, на мой взгляд, ребята, Софья Шевченко и Игорь Еременко. Я напоминаю, что вы можете оставлять свои комментарии, свои вопросы ребятам, как в комментариях ниже, так и нажав на иконку вопросительного знака. Я очень надеюсь, что у всех все хорошо, что вы в добром здравии, в добром расположении духа, и ребята, с которыми мы поговорим, надеюсь, тоже. Они подключатся с минуты на минуту. Напоминаю о том, что безумно благодарна всем, кто пишет, кто предлагает, кто задаёт вопросы, кто оставляет приятнейшие вообще комментарии в директе, под эфирами, которые уже находятся в записи, в разделе IGTV. И Саша Коровин, привет! Рада, что ты здесь. И всех, всех, всех тоже рада. Если не видеть, то хотя бы понимать, что вы присутствуете. Что же, сегодня у нас будет не самый обычный формат эфира, да. Дело в том, что ребята будут вдвоём. Эту идею предложила я, потому что, как мне кажется, такие эфиры гораздо интереснее и живее, да, нежели чем с кем-то одним. Игорь, тоже привет! Вот, так что оставайтесь с нами. Я уверена, что всё пройдёт весело, максимально информативно, интересно, как для вас, так и для меня. Ребятчик, мы ждём. Если вы здесь, Соня, Игорь, привет! Вы же знаете, да, как подключаться? Игорь, так точно. Вот, так что, пожалуйста, пожалуйста, с нетерпением вас ждём. Я также хочу напомнить о том, что я читаю все запросы в Директ, ну, по крайней мере, стараюсь это делать. И если вы будете предлагать кого-то, кого бы вы хотели увидеть, мне будет это безумно приятно. Я обязательно прислушаюсь к вашим словам. Опять же, ребята, которые присоединятся к моему с ними конструктивному диалогу о беседе, тоже были очень востребованы в том плане, что многие хотели посмотреть и увидеть, пообщаться с ребятами вживую. Я вижу Игоря, я добавляю. Надеюсь, у нас сегодня всё получится, и интернет будет работать на максимум. Так, ждём. Привет! Вас хорошо слышно, хорошо видно. Мне очень приятно, когда, знаете, хочется отдельно отметить, что вы очень ответственно подходите к такому роду мероприятию, что вы записали видео, сели на хорошем таком нейтральном фоне, чтобы вас было видно как можно лучше. Ребяточки, безумно рады нашему с вами сегодняшнему, не знаю, эфиру, интервью. Называйте это как хотите. Как ваши дела? Рассказывайте, пожалуйста. Слушай, Алин, ну, во-первых, всем привет, всем здравствуйте. И тебе спасибо, что нас пригласила на свои душевные беседы. Дела вполне нормально, ну, как, в принципе, всё странно, как и везде, но мы уже привыкли. Ребят, ну, расскажите вообще, как вот сейчас обстоят дела с тренировками, да, с УЗИ, с, к сожалению, второй волной, неизбежной второй волной коронавируса. Как у вас это всё происходит? Как вы готовитесь к соревнованиям и готовитесь ли вообще? Что? Как? Слушай, Вин, ну, потихоньку тренируемся, вот, стараемся сохранять спокойствие, конечно. Вот, в основном готовимся, да, и в основном, наверное, отражаясь. Соревнованиям и вируса на нашей... Так, ребятушки, чуть зависли. Сонечка, прости, пожалуйста, ты чуть зависла, вот сейчас хорошо, не могла бы ты ещё разок это рассказать? Это очень интересно. Я говорю, что наша вторая волна, так сказать, сказывается на нашей жизни, скорее, вне катка, потому что мы стараемся соблюдать все меры безопасности, вот, стараемся не ходить в публичные места, конечно, всё дезинфицируем, маски, перчатки, вот, как-то так. Но тренировочный процесс идёт, и я думаю, что это спасает. Возможность тренироваться в такой ситуации, это, конечно, большое счастье, на самом деле. Вы знаете, ребят, очень много слышу разговоров о том, что катки начали закрывать. Как дела у вас с этим обстоят? Есть ли какие-то новости, или пока всё спокойно, и, как бы, всё идёт своим чередом? Слушай, ну, везде ходили вот тоже, когда начали там какие-то учреждения государственные закрывать, у нас тоже немного такая паника была, но нет, сейчас всё в порядке, как бы, в принципе, всех спортсменов сборной России оставляют на своих местах, все тренируются, всё идёт своим чередом. Вот, кстати, такой немножечко провокационный вопрос. Насколько мне известно, да, ребят, которые не в сборной, как бы отодвигают от тренировочного процесса и, как бы, требуют того, чтобы они как-то сами искали, да, место для тренировок, арендовывали это. Неужели вот этим спортсменам, да, возможно, перспективным спортсменам, но пока ещё не находящимся в сборной, не нужно то же количество часов, те же специалисты, да, что и сборникам? Вот как вы относитесь к этой разнице? Лин, на самом деле ситуация правда сейчас сложная, и, во-первых, спасибо нашей федерации, которая действительно максимально старается сделать всё, чтобы сохранить физическую форму и мораль у своих спортсменов. Естественно, в первую очередь они стараются помочь первым номерам сборной России, сборной Москвы. Честно, это сложная схема, и, наверное, это зависит больше от того, как развивается вот ситуация с коронавирусом. Это непредсказуемо, тут сложно сказать, по какой системе всё это работает. У нас последнее время на какие правды стало меньше людей, я замечаю, вот. Но как бы не вдавалось в подробности, в общем-то, как это всё работает, и кто точно тренируется, по-моему. Ну, в общем, просто хочется пожелать вам успехов, чтобы... И, конечно же, чтобы это всё поскорее закончилось, прошло, потому что я думаю, что находиться в таком подвешенном состоянии, да, не просто любому спортсмену, и, думаю, включая вас тоже. Любому спортсмену. Недавно наткнулось много фигуристов, выставляли пост первого канала «Правила поведения зрителей на трибунах». Это что такое, что за акция? Можете рассказать об этом в двух словах? Там, то, что все выставляли, не слышали? Насколько я знаю, Первый канал продвигает такую движуху. Я думаю, что на соревнованиях сейчас вряд ли будут зрители, потому что общественные мероприятия все, где большое скопление людей, собственно, там и происходит всё заражение. Ну да. Первый канал продвигает такую штуку, чтобы люди, фанаты, болельщики записывали какие-нибудь видео и так далее с пожеланиями любимым спортсменам и так далее, и они это будут просто транслировать на больших экранах, то есть во время соревнований, чтобы давно как бы и спортсменам было приятно, и как бы зрители также могли внести свой вклад в сам турнир, и чтобы это хоть как-то поддерживало атмосферу соревнований. Ну вот лично для вас, ребят, как думаете, это равнозначно тому, равнозначно полному залу зрителей и вот эти вот видеообращения во время, не знаю, шестиминутной разминки или выставления оценок? Как думаете, как это вообще всё будет? Лин, ну на самом деле этот год, как известно всем, он, наверное, вообще не равнозначен ничему. Это точно. Поэтому, конечно, это очень приятно. Конечно, вот эта маленькая частичка, казалось бы, да, по сравнению с тысячами людей, которые обычно приходят на соревнования, она помогает, настолько мотивирует. Мне кажется, вот сейчас поддержка, это самое вообще важное, что может быть. Поэтому мы благодарны всем болельщикам, первому каналу, что придумал такую интересную вещь. И, конечно, это очень мотивирует спортсмена, подбадривает. Вообще, знаете, вот, в принципе, если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, да, обычно, ну вот я говорю от лица, да, человека, который, в принципе, имел возможность выступать, выступать там на крупных соревнованиях, да, на каких-то кубках, на этапах кубка. Насколько сейчас изменилось вот это восприятие, казалось бы, даже самых незначительных соревнований, да? То есть раньше все мечтали о том, чтобы вот, да я еду на этап, там, в Японию, не знаю, в Канаду, еще что-то. А сейчас просто люди собрались, поехали в Сызрань, да? Вы тоже там учатали. Все, господи, неужели, неужели эти соревнования наступили? Вот расскажите, пожалуйста, да, вот практически сразу после контрольных прокатов, вот каково это было выступать, да, на самом, казалось бы, обычном этапе кубка, да, после столь долгого перерыва? Каково это было? Слушай, ну, такая фишка в том, что благодаря этим ограничениям всем, я говорю благодаря, потому что ту степень значимости никогда, ну, особо не было на наших этапах, родных там соревнованиях сейчас. Вот, вот. Как раз-таки на них нацелено все внимание, благодаря этим ограничениям, собственно, и в России будет большой толчок именно популяризации нашего спорта в целом, и, естественно, организация и все силы сейчас федерации направлены не на внешние крупные турниры, а получается на внутреннее поддержание нашей системы спорта, в принципе, и тренировок. То есть, в этой ситуации можно найти свои плюсы, и они значительные. Организация очень хорошая, просто максимально пытаются, этот турнир стал максимально вот приближен к этапу гран-при, можно и так сравнивать. Ну, по крайней мере, определенные сходства есть, и организацию пытаются сделать на высоком уровне. Ну, это круто, да? Кто бы мог подумать вообще, что этап Кубка в Сызрани будет приближен к какому-нибудь из этапов гран-при. Ребят, хочется, наверное, сразу перейти непосредственно к вашей взрослой карьере, да? Потому что, насколько мне известно, первый ваш сезон по мастерам был сезон 19-20, да? Вот интересно то, как, на ваш взгляд, вы себя ощущали, да, и с каким настроем входили в ваш первый взрослый сезон, и как ощущаете себя сейчас? Ну, поначалу, правда, было очень непривычно. То есть, когда ты выходишь на пяти минутку, рядом с тобой едут попадаки с Цезерон Степанова Букин, и то есть, ты понимаешь, что совершенно атмосфера другая, энергетика другая, масштаб совсем другой. То есть, юниоры, они постоянно куда-то суетятся, бегут, здесь все выходят, спокойно, размягиваются, таются, и ты прямо в этой атмосфере, правда, таешь. И пришлось делать определенные усилия, чтобы вникнуть в эту атмосферу, но под конец сезона мы уже прониклись, подстроились, даже не под конец, вот получается, наверное, второй, третий старт, уже вошли в это настроение, и, ну, взрослые турниры, конечно, это здорово, это вот прям-то ты чувствуешь себя, ну, вот совершенно по-другому, всё равно, это классно, и что касается этого сезона, сезона, конечно, уже привычнее, уже знакомые лица, знакомые составы, за некоторыми исключениями, вот, и как бы нет такого, есть уже внимание того, что, да, естественно, я вот, взрослая сборная России, я выхожу и, как бы, показываю своё катание. Ну, а... А, что скажет, Игорь, да. Я говорю, что скажет, Игорь? Потому что, ну, когда мы выходили, я катался с многими ребятами ещё, когда я пытался, вот только в юниоры переходил, многие ребят тоже перешли в мастера, мы тогда с Соней просто ещё не катались, а я некоторых ребят... Мне не так, может, было непривычно видеть новых людей, они для меня, может, были не новые, я с ними знаком всем, но вот Соня сказала, когда мы вышли на... Мы зависли, нас слышно? Линчик? Вас слышно, но картиночка зависла. Ребят, напишите, пожалуйста, видно ли у меня Соню с Игорем или нет. Очень жаль. Ничего, мы решим этот вопрос, сейчас, как обычно, поколдуем. Вот, вот вы, кажется, отвисли. Да, 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 всё хорошо. Ну, то, что, да, Соня сказала по поводу того, что когда мы вышли на первую тренировку, если юниоры выходят, они все начинают просто рвать и метать, они выпуливаются просто за бортик и пытаются разнести всё, там, дикие крики, кричат, оп, не оп и так далее. А мы сначала же так же побежали, как обычно. И потом вдруг проехали, размялись, и немного понимаем, что что-то как-то по-другому. Ребята все ездят так за ручку спокойно. Кто-то ехал там, поговорил, кто-то пошутил, кто-то вращенец размял, всё прекрасно. То есть чуть-чуть более именно расслабленная, я не знаю, матерая, может быть, атмосфера, но это по-другому. Мы немного удивились, когда вышли на первый взрослый тренировку. Слушайте, ребята, а как вас настраивали тренеры? Вот ваша тренерская команда, да, непосредственно, там, допустим, возьмем ваш первый взрослый старт. Вот были какие-то наставления? Или же сказали, в добрый путь, и как пойдет, так и пойдет. Будем работать. Слушай, ну, я думаю, правильно было то, что мы как обычно соревнования. Специфики, ребята, вы выйдете, это будет... Нет, я думаю, это и правильно было, потому что это те же соревнования. В принципе, некоторые те же спортсмены тоже, которые перешли в мастера. Да, это немного другой. Все же не стоит как-то возбудить в какие-то другие рамки. Ты также выходишь на соревнования и делаешь свою работу. Да, единственное, что они отметили, они сказали, ребята вас не знают, поэтому вы должны кататься так, чтобы запомнить, можно кататься открыто в своем обществе и широко, чтобы оказались, сказали, да, вот они классные. Но мы, в общем-то, старались весь сезон это делать, несмотря на то, что, конечно, порой было обычно на взрослом уровне, но мы могли над тем, чтобы убрать замкнутость, и вот, наверное, уже со вторички удалось исполнить. Ну, вот в свою очередь хочется отметить, что я присутствовала на открытых прокатах и видела ваши и короткие, и произвольные танцы, и мне безумно понравился именно произвольный, скажу честно, да, что произвольный меня поразил прямо до глубины души. Очень красивая постановка, и, в принципе, мне кажется, что вот ваша команда, да, в плане тренеров и специалистов одна из самых грамотных, на мой взгляд, танцев на льду. Ну, вот это чисто мое впечатление, которое складывалось на протяжении вот всех лет, да, не только относительно вашей пары, да, а всех остальных учеников команды. Ребятушки, скажите мне, пожалуйста, я говорю без запозданий у вас, потому что мне кажется, что вы у меня иногда отстаёте. Если всё классно, то мы продолжаем. А, ну мы тебя слышим, вроде пока всё нормально, но бывают лаги иногда, так? Ну, хорошо, ладно, тогда я буду просто надеяться, дорогие телезрители, телезрители, напишите, пожалуйста, заедает ли кто-то из нас, да, либо ребята, либо я, и мы снова будем пробовать что-то делать с этим. Всё хорошо? Всё хорошо? Да, да, нет, слышно, не слышно. Я здесь. Ну всё, прекрасно. Тогда мы, надеюсь, можем продолжать. Ребяшки, процесс перехода танцевальных дуэтов, да, из юниоров во взрослые далеко... Я здесь. Иногда ребята подвисают. Не знаю, что я могу с этим делать. Ребят, вы иногда подвисаете, но вроде всё нормально, не знаю. Всё слышно, нет, не слышно. Ну вот, опять зависли. Небольшое лирическое отступление. Я напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы. Вот. Игорёк, может попробовать, не знаю, отключить Wi-Fi или через LTE, что-нибудь такое, да? Потому что ребята пишут, ребята заедают. Ну, можете смотреть, в принципе, на вот такой вот скрин, потому что очень симпатичные, мне кажется, ребята. Поэтому можно и посмотреть так. Ну, пока Инстаграм пытается отвиснуть, я напоминаю, что в гостях у меня Соня Шевченко с Игорем Ерёменко. Прекрасный танцевальный дед. Вот. Вот. Сейчас что-то происходит, а сейчас опять зависла. Так. Теперь нет звука. Игорёк, нет звука. Скажите что-нибудь. Нет, вас не слышно. Это вообще. Я ненавижу Инстаграм за то, что ты постоянно... Игорь, я вижу все твои телодвижения, но я не слышу, что ты говоришь. Не слышу. Как бы звука нет. Как бы звука нет. И мы продолжим. И мы продолжим. Вот. Отлично. Попробуем. Попробуем ещё раз. Я очень надеюсь, что это сработает. Да, Игорь подключается. Игорь с Сонечкой уже скоро будут снова. Так. Вот. Я сейчас... Сейчас появляется звук. Проба подключиться к Wi-Fi. Просто он обычно хуже, чем сигнал. Ну, попробуем. Ну, не знаю. Всё равно заедаю. Вот. Вот сейчас слышно меня? Господи, слышно меня? Мы здесь. Да. Отлично. Просто, просто, просто. Ребята, я извиняюсь. Не знаю, что с этим возможно сделать. Но давайте попробуем продолжить. Если вы меня слышите хорошо... А вот кто-то пишет. Не лайкайте эфир. Из-за этого тоже может зависать. Пожалуйста. Реально, давайте сейчас перестанем лайкать эфир. И, может быть, он начнёт работать лучше. Да. Всё. Всё. Продолжаем. В общем, хочется поговорить про процесс перехода, да, фигуристов от тренера к тренеру. Вот далеко, да, не каждый дуэт при переходе из юниоров как бы безболезненно, да, может перейти и во взрослые катания. Вот как это происходило у вас? Обсуждались ли какие-то, не знаю, возможные перестановки или трансферы, да, к другим специалистам? И вообще, вот объясните для нас, да, простых смертных, вот в связи с чем это происходит в танцах на льду? Ну, не учитывая какие-то явные причины, да, там, а-ля партнёрша набрала вес, и с этим ничего нельзя сделать, или нет никакого стремления, да, там, к работе дальше, нет мотивации и так далее. Пожалуйста. Слушай, ну, про переходы, это, в принципе, очень тоже очень специфичная вещь для обсуждения, потому что у каждого есть на то какие-либо свои причины могут переходить к другому специалисту, на другую луку. Честно говоря, мало что могу сказать про это, потому что они думали о других партнёрах, то есть у нас как-то всегда была чёткая картинка в голове, которая вот складывается и реализуется вот в нашем составе. А что касается того, что почему случаются, почему пары распадаются, почему переходят к другим тренером, я думаю, что это связано с, наверное, с тем, что переход из юниоров во взрослые, это довольно-таки ответственный момент. Конечно, все начинают волноваться, нервничать, переживать, а что, а как, и такие ситуации, и людям нужно куда-то бежать, что-то менять, вот, но тут, как бы, я считаю, мы считаем, что лучше всего оставаться, работать и просто, ну, прессинг или внутренним каким-то, не поддаваться, вот, делать свою работу. Наверное, из-за того, что очень это, как бы, волнительно для всех и ответственный момент такой в карьере спортсмена. Все решают, что нужно что-то менять. Просто, мне кажется, говори, говори, пожалуйста. Происходит иногда из-за каких-то, если у человека какие-то неудачи или падения, это может смотивировать, но некоторые люди начинают как можно срочно что-то менять, все, все изменить, значит, я делаю что-то не то, какой, то есть некоторым, вроде, хватает терпения, может быть, некоторого внутреннего здесь держать и армения такого именно совершенствоваться. людьми удобно искать не в себе, а вокруг, то есть вокруг себя что-то, что не так, и нужно что-то менять и убежать куда-то. Но в большинстве своем... От себя не убежать. От себя ты, вот, Соня, очень правильно сказал, от себя ты никуда не убежишь. Ты идешь ты к другому тренеру, но ты возьмешь себя вот так вот, и вместе с чемоданчиком приедешь вместе с собой. И как бы не пакт, что что-то изменится в лучшую сторону. Ну, ребят, вы очень хорошие и правильные слова, на самом деле, говорите. Я просто не перестаю задавать этот вопрос именно танцорам, потому что, ну, допустим, вот в парном катании, да, есть какие-то прямо явные причины, там, девочка не прыгает, да, или, там, девочка выросла, мальчик нет, поэтому они не подходят, не смотрятся, да. В танцах на льду, вот опять же, я говорю, да, со стороны сейчас непосредственно зрителя. Мне кажется, у вас все происходит так гладенько, да, и такие вроде бы, казалось бы, перспективные дуэты, да, в юниорском спорте, выигрывающие все топовые соревнования, а потом бац, с наступлением первого взрослого сезона пары нет. Вот, поэтому я буду продолжать, наверное, задавать этот вопрос каждому танцору, потом соберу все ваше мнение. Да, я все это соберу. Да, потом, может быть, я напишу какой-нибудь научный труд под названием «Почему танцорские пары все-таки распадаются» и в конце нас будет ждать ответ на этот вопрос. Ребят, сейчас, да, такая тенденция, что непосредственно первый канал, да, занялся вплотную нашим видом спорта и освещает практически все соревнования, да, даже самые незначительные. И так, в одном мини-интервью, да, непосредственно после вашего проката, корреспондент заявил, что те образы, которые вы показываете на льду, являются противоположностью ваших характеров в обычной жизни. Я с этим, честно говоря, согласиться, наверное, не могу. А что вот по этому поводу можете сказать вы? Ну, просто я не думаю, да, что фигуриста, возможно, да и нужно заставлять катать то и представлять на льду те образы, да, в которых они не сильны. Или я не права, и вы мастера перевоплощений на льду. Вот что можете сказать по этому поводу? Слушай, ты затронула именно мою и вот больную тему. Ну, видишь, как... Это вот преследует меня всегда. Мы, когда у нас танцы на льду, мы должны быть актёрами. Мы должны применять на себе все образы и все амплуа, тогда ты можешь, ну, как говорится, считаться настоящим профессионалом своего тела. Это сложно, это реально очень, конечно, брать какие-нибудь амплуа, которые идут у тебя непосредственно из твоей и ты можешь это легче привнести на лёд, на лёд от тебя и донести зрителю то, о чём ты. Что это ты имеешь представление о себе, знаешь, какая форма у этого образа, как это выглядит. И тебе легче это... То есть у тебя это идёт уже изнутри. Но есть, да, такие программы, когда тебе нужно надеть на себя немножко чужое, немножко не твоё, не то, что близко к тебе. Но если у тебя это получается, порадоваться, в принципе, это, потому что это важно, это нужно более интересные, какие-то новые образы и новые вещи на людей. Потому что смотреть всегда на новое. Это классно показывать то, что ты уместно ещё удивлять. Это тоже даёт, скажем, небольшой счёт плюс тебе в какие-то... Соня, а ты что можешь сказать по этому поводу? Возвращаясь к тому, что как бы заметили... Вот ты его... Дальше, ребятушки, опять подвесли. Я бы могла, да, ответить то, что с моим образом, что бурлеск, что... Мы катаем программу «Иллюзионист», и у нас без Сони в этих программах, они довольно-таки дерзкие, резкие, и что это полностью моё. Но я... Об этом мы ещё поговорим. Я могу это заявить, потому что любой образ на самом деле настолько глубок, если ты его хорошо прообранен. То есть я не могу просто выйти и показывать свой характер. В любом образе есть как положительные, так и негативные стороны. И, допустим, если мы катаем программу «Иллюзионист», это не значит, что у нас, как бы, грубо говоря, так выражаясь, мы бесконечные файты, мы бороться за то, кто лучше, кто в итоге победит. Нет, между нами, конечно, искра, между нами отношения. Где-то ты нежно можешь сделать какое-то движение, где-то, наоборот, броско. То есть, понимаешь, настолько нужно раскрываться с разных сторон в любом образе, настолько нужно это прорабатывать, каждое движение, каждый настой, каждый взгляд, что очень сложно сказать, что какие-то образы полная противоположность, а какие-то не очень подходят. Да, или Игорю. Просто в каких-то образах действительно есть вещи, которые тебе близки, они получают у тебя лучше. Если ты лишь однообразен, это никому интересно не будет. Я с вами полностью согласна, но вот, да, опять же, возвращаясь к словам корреспондента, не будем упоминать его в нашем эфире. Да, согласиться с ним я все-таки не могу. Неважно, какое качество видео у ребят, главное, что сейчас они не зависают, и все хорошо. Давайте продолжим. Очень со многими ребятами разговаривала насчет темы спортивной психологии. С вами тоже хочется об этом поговорить, потому что мне кажется, что вот раньше, да, в любой профессиональной команде, да, любая профессиональная команда обзаводилась таким человеком, которая работала непосредственно, да, там, с парами, ну, со спортсменами. Насколько мне известно, да, в вашей группе, я не знаю, ну, вы точно занимались раньше, не знаю, занимаетесь ли сейчас, с некой Жанной Симак, да, если я не ошибаюсь. А вот вопрос... Загадочная личность Жанна. Загадочная личность. Ну, так вот, да, вопрос в чем? Вот практически каждый, да, спортсмен говорил о том, что это пустая трата времени, да, и все проблемы, которые у него, как бы, накопились, да, в спортивном плане, они спокойно решались сами. То есть помощь психолога им была не то, что не нужна, а она, в принципе, не помогала. Вот что насчет вас? И можете, не знаю, вспомнить какую-либо ситуацию, да, в которой без помощи специалиста было просто не обойтись? Достаточно обширный вопрос, потому что психолог, он еще нужен... Слушай, ну, не только, он должен именно что-то у тебя в голове, какой-то вариации, пытаться сделать что-то для тебя, чтобы ты вышел на соревнования, Бадо сделал замечательно, а прицел только потому, что он тебе там что-то шепнул в голову, и ты целил всю программу. Нет, это так не работает. Психолог в команде, он не только работает со спортсменами, он работает с командой, он настраивает и коммуникацию между партнером и партнершей. В нашем, как бы, виде фигурного катания это достаточно важная часть. Психолог настраивает коммуникацию партнера и партнерши, психолог настраивает коммуникацию с подсменом времени. То есть, это достаточно важная часть именно самого рабочего процесса, если не будет результата. не могу сказать, не могу согласиться с людьми, которые говорят, что это бесполезно, и он не помогает. У меня очень многогранная и сложная работа. Просто когда, можно сказать так, есть хороший специалист, а есть не очень. Хороший специалист сможет настроить те, чтобы подобрать, какое слово, сможет, в принципе, настроить эту работу сложного организма, который... И тогда будет результат. Комфортнее работать, будет комфортнее комментировать. И, да, скажем, психолог тоже, если у тебя есть, кого-то трясет перед стартом, кого-то, может, наоборот, он вообще ходит, им пофиг на все, но это тоже сказывается. проходит все через работу с психологом, и это полезно, когда в команде есть такой человек профессиональный, который знает, как работать в спорте. Да, на самом деле, полностью согласно с Игорем, я хочу отметить, что в нашей команде роль психолога, полевимого Жанны, она просто колоссальна. То есть, вообще, наша команда, это, как я это вижу, это определенный пазл. И Жанна, в нем, конечно, такая деталь, которая нас периодически всех держит, воссоединяет, которая поддерживает всегда боевой настрою, всегда мы очень сплоченна команда, благодаря ей отчасти. Она прекрасно находит общий язык и с нами, и с тренерами, и она действительно очень хороший специалист, потому что не происходит так, что какие-то вещи мы ей рассказываем, она, грубо говоря, делает наше время. Она находит вот тот ручек, вот тот коннект, действительно, и происходит командная работа. И я считаю, что на самом деле хороший психолог, самый лучший, это тот, который не будет в тебе копаться, который сможет задать тебе такие вопросы, отвечая на которые, ты сам придешь к решению своего психолога. Она не полезет в глубину твоей души, не будет пытаться оттуда что-то достать. Она именно делает такую работу, которая поддерживает весь этот пазл, все эти детали вместе. И ее роль действительно она очень большая, и мы очень благодарны. Вот, Жанна, если вы это посмотрите, мы оставим. Очень много, кстати, комментариев было. Жанна, она лучшая. Я, видимо, к своему стыду уже должна, обязана, точнее, быть хотя бы знакомой, да, с этим человеком, чтобы... Все просто ситуации, мы приезжаем на Маворск, вот все виды спорта встречаются в столовой. Вот у каждого свой стол, у Жанны это все столы просто. Фигуристы, ее знают абсолютно все, причем все группы, все тренеры, все специалисты, весь персонал. Я не знаю, как она это делает, но она очень... Правда, я советую объяснить, знакомая. непременно непременно. Соня сейчас такая, Лин, как бы, да, фехтование, да, фигурное катание, все виды спорта, все столы, персонал, все знают, Жанну, кроме тебя. Ну, что-то упущи. Ну, вообще, да. Вы знаете, еще хочется добавить, вот, да, как бы, в дополнение к вашим словам. Мне кажется, еще многое зависит от того, верит ли спортсмен тому специалисту, с которым работает, потому что, если человек, в принципе, не верит в психологию, да, в действенность этого процесса, она, ну, там, какой бы психолог не пришел, да, стучаться в закрытую дверь, это, наверное, бесполезно, потому что я помню, что у нас тоже в группе был свой спортивный психолог, и я относилась с пониманием, и с пониманием того, что этот человек действительно мне помогает, а другие люди, да, кто с ней занимался, ну, некоторые, да, очень так скептично относились ко всему, как бы, что происходило с ним в процессе этого, скажем так, сеанса. Ну, не суть, просто вот действительно я ждала хотя бы одного такого комментария, чтобы хоть кто-то мне из спортсменов сказал, что да, действительно, это очень важная, очень нужная вещь, и судя по тому, что вы рассказали, это действительно так. Слушай, ну, вот насчет «верю-не-верю», это странно, потому что это все-таки не ока, это не просто наука, это действительно факт, что это работает, но это не нужно наука, потому что это наука, это факты. все тут будет зависеть именно уже, наверное, больше от специалиста, то если даже человек не верит, и он придет, хороший специалист сможет как-то до этого человека, он не будет насильно попытаться что-то с ним сделать, но этот коннект все равно произойдет. Ну, видишь как, да, у нас немножечко не совпали точки зрения, но я думаю, что каждый из нас по-своему прав. Морис, привет. Соня тут уже душу излила, уже все рассказала про это. Я шучу. Да, что-то, да, припоздился немножко. Ладно, Саша Степанова, да, Саша Степанова и Ваня Букин, еще один танцевальный дуэт, у которого, я думаю, вы многому учитесь, да, что-то от них перенимаете. Вот расскажите про ваши, скажем так, взаимоотношения, да, вопрос, наверное, больше к тебе, Сонь, потому что, насколько мне известно, Саша с Игорем довольно близкие и хорошие друзья, да, и вот второе, какие три самые сильные, по вашему мнению, стороны этой пары, да, которые вы можете назвать и которые вам, как относительно их, да, молодому дуэту вам бы хотелось перенять? Так, ну давай, наверное, сначала на первый вопрос отвечу, да, что я, несмотря на то, что я правда не общаюсь там ни с Сашкой, ни с Ваней так близко, как, например, Рикарь общается с Сашей, но мы поддерживаем хорошие отношения, теплые, то есть мы можем посмеяться, мы, так получилось, что мы в прошлом году ездили на два гран-при, попали вместе, это больше всего, могу сказать, что наши отношения стали лучше, потому что, конечно, мы жили вместе, мы гуляли вместе, это совместные воспоминания, ребята добрые, они честные, порядочные, поэтому, ну, как бы, ничего плохого я про них сказать не могу, просто, вот, как-то так получилось, что, ну, у Игоря Саши больше общих точек соприкосновения к каким-то тем, которые они дружат, а что касается их качеств как пары, я бы, наверное, сказала, что, наверное, это их спокойствие, да, и выдержка, которую они несут уже через много лет, ну, как бы, свои, свои пары, потому что разные бывали ситуации, вот, и ребята всегда остаются настолько в балансе, настолько, вот, у них работа и всё, и ничего остального не волнует, потом, я бы, наверное, сказала, что также эта сплочённость и это тоже взаимосвязано с первым критерием, потому что то, как Ваня с Сашей работают друг с другом, это действительно надо поискать, а не как вот им и я, и не просто две половинки, ты на это иногда смотришь и думаешь, боже мой, вот, как люди могут так друг другу подходить и так друг другу доверять, я бы, наверное, выделила это как третье качество, непосредственно доверие в паре, и на них иногда смотришь, и ты начинаешь этим вдохновляться, просто как бы вот ловишь себя на мысли, что это действительно круто, что люди есть друг у друга, что так всё совпало, и безусловно, это отображается в их образах, они это переносят на лёрд, и это правда очень красивая пара, очень красивые люди, внутренние и внешние, вот, что я считаю. мне нечего добавить на слова Соня, да, я хочу, но я хочу всё-таки чуть-чуть от тебя, Игорёк, послушать, как вообще, как так получилось, что вы действительно стали такими близкими, да, друзьями Саши, и в принципе, что ты можешь сказать об этой паре? Слушай, но просто в один момент мы как-то собрались все втроём, я, Гриша, Саша поехать на отдых и на Кипр ездила. И как-то ну и до этого, ну, мы хорошо все вот вместе общались, общались, и потом нам еще не съездить на отдых, мы съездили вместе на отдых. В принципе, ты видишь этих людей каждый день, ты общаешься с ними, но как-то мы стали так близко общаться, характера не может совпало, мы в потрясающих дружеских отношениях, это не может не радовать. Ну, я так понимаю, что насчет качеств, которые назвала меня Соня, ты полностью с ним согласен, да? Да, я полностью с ним согласен. Ребята просто потрясающие по плану выдержки и своей целенаправленности, вот они как такой, можно сказать, корабль, у которого есть курс ледокола и плывет, там их бьют, что с ними только не происходит, но ребята как бы они в таком неком лакууме, который это все убирает, и они двигаются дальше. Это не стоит увидеть, поучиться, и они в этом плане огромные молодцы. Ну, раз уж так вышло, что сегодня Соня по ходу эфира взяла бразды правления в свои руки, хочется задать, наверное, вопрос непосредственно тебе. В своих интервью ты нередко говорила о довольно непростом характере, да? Вот в чем это проявляется? Помогает ли это тебе или больше все-таки мешает? А потом будет вопрос к Игорю. Нет, на самом деле говорим я как бы об этом часто, потому что когда мы встали с Игорем в пару, то есть по истечении какого-то времени я поняла, что у нас настолько разные характеры, и если Игорь, допустим, более спокойный, то я более вспыльчивая, да, более, наверное, эмоциональная в каком-то нехорошем плане, то есть я могу как-то выплеснуть свои эмоции наружу, когда этого не стоит делать. И именно когда я начала работать с Игорьком, я поняла, вот насколько это врезается контрастом мне в голову, я начала над собой работать, и не знаю, много раз мы даже с Игорем по этому поводу разговаривали, и ну правда, я считаю, что люди, когда два хороших человека воссоединяются, они делают друг друга лучше, сейчас у меня поменялся немножко характер, поменялись взгляды на то, как себя нужно вести, и сейчас как бы благодаря Игорю я действительно стала более спокойной, у меня стало такая чувство выдержанности, вот, потому что не знаю, в силу возраста я всегда такая была, вот, у меня не получается, там, так, так, ну, тогда, тогда вопрос непосредственно к Игорю, ну, как удается ли усмирять пыл партнерши, если да, то каким образом? Понятно, что, понятно, что работа как бы была проведена, да, над собой, со стороны партнерши, но все-таки, расскажи нам, пожалуйста. Соня колоссальный трудоголик, и со стороны с вами работа над собой, это просто невероятный человек, со своей стороны я могу сказать, что, да, когда люди встречаются, такие немного противоположные, один берет у одного, второй угол, и как бы они становятся больше вот таким одним целым. Я со стороны, со своей стороны я могу сказать, что соня я научился именно вот этой, вот этом стремлении, борьбы вот больше, наверное, такого перфекционизма, когда вот тебе нужно сделать, и ты этого должен добиться. Вот тут сегодня, то есть, такой мощный достаточно характер с этой стороны, а что по поводу усмирения оттуда партнерши и не стоит делать, я скажу. Ты же, как из этого интервью вырезку делаешь? А кто-то так и сделает, кто-то так и сделает, так что нормально. Мне понравилось, что когда, Игорь, прости, я тебя перебью, мне понравилось, что когда я задала вопрос, да, как бы, ну, что происходит, да, сейчас в взаимоотношениях в вашей паре, Игорь так немножечко потупил взгляд и говорил, да, сейчас все гораздо лучше, она молодец, она работает, ну, она сидит, думает, хоть бы не сказал, что, что, по-моему, такого, за что мне пришлось бы потом отдавать. Это все шутки, конечно, это все шутки, если, да, я тебя перебила, скажи, пожалуйста, закончи свою мысль. Ну, нет, ну, да, насчет усмирения, пылопартнерш, а почему, почему не нужно? Ну, может быть, это бьет через край иногда, нет, такого не бывает? Ты не смотришь, ты ничего не делаешь с человеком, ты понимаешь, что, если человек, там, что-то тебе противится, ты будешь это вставить в обрез, человек еще будет больше противиться. Конфронтация происходит, но это логично уже понять, что никто не будет друг другу уступать, если ты будешь идти вот резко в обрез человеку. Ты лучше, нужно научиться иногда промолчать или что-то сдержаться, потому что, ну, ни к чему хорошему не приведет еще больше нагнетения конфликта. Если кому-то что-то не нравится, это нужно выдохнуть, усмирить как бы себя и спокойно это обсудить на человеческом уровне, а не переходить в какие-то издевки и так далее, там, когда ты просто или молчать и что-то там, как-то резко отвечать, или что-то нет, нужно как бы это находить компромиссы, нужно вот притираться, потому что ты не сможешь изменить человека, если он этого не захочет. А человек не захочет меняться, если он увидит с моей стороны какой-то такой же ужасный напор именно и старание того, чтобы изменить человек, будет противиться этому. Лин, ты просто видишь, источник мудрый. Вообще! Я сижу! Очень поменяется, просто понимаешь. Я сижу уже, думаю, может, мне начать записывать просто за Игорь. А в любом случае конфликты в спорте неизбежны, это рабочий процесс, но если вдруг там что-то вырвалось у кого-то, просто в конце тренировки нужно подойти, обняться и сказать, мой дорогой, моя дорогая, в глаза, глядя в глаза, мы работали, прости меня, в следующий раз я не буду таким вспыльчивым и будем продолжать работать. Как бы... Просто святой, святой Игорь, просто святой Игорь, просто, да. Мне, понимаете, мне даже нечего добавить, вот, не убавить, не прибавить. Я сижу, то ли записывать, то ли потом в записи посмотреть этот эфир, да, и все спокойненько, не, но я на самом деле полностью согласна с вашей, с вашей точкой зрения на этот счет, но, к сожалению, да, не каждые, не каждые дуэты, пары доходят до этого, будь то юниорский спорт или даже взрослый, и это очень, очень, ну, обидно, да, потому что из-за таких конфликтов, скорее всего, да, по большей части пары и распадаются, потому что просто не находят тех самых, да, точек соприкосновения, для работы в дальнейшем. Такой достаточно необычный вопрос, но, тем не менее, не могу его не задать. Вот как мне кажется, да, я сейчас говорю со стороны человека, который сидит в соцсетях, да, просматривает это все, и вообще сейчас, да, цифровые технологии, они берут верх над всем, что происходит в мире, особенно в такой период времени. Моррис, об этом мы поговорим чуть позже, сейчас мы разговариваем. с ребятами, да, вот, ребятушки, вы относитесь, как мне кажется, да, к числу тех ребят, которые немало времени уделяют соцсетям и грамотно их ведут. Вот как вы считаете, в наше время необходимо уделять внимание, скажем так, самопрезентации таким способом, да, и если да, то почему? слушай, во-первых, это зависит от того, чего ты хочешь этим добиться. Нужно ли тебе, либо ты целенаправленно создаешь такой образ «я-бренд», ведешь себя как публичную личность, но сейчас такое время, да, все спортсмены, все направлено на то, чтобы популяризовать спорт, это плюс только спорту, без популяризации спорта не будет прогресса и какого-то движения внутри этого мира. Да, я считаю, что это достаточно важная часть уменьшить правильно преподнести себя, создать некий собственный бренд для того, чтобы люди тебя знали, люди болели за тебя, люди хотели смотреть и интересоваться твоим спортом, тем творчеством, теми вещами, которые ты делаешь. Это все будет только в плюс спортсмену, ну, и можно сказать, как бы, жизнь спортом не заканчивается, как бы, это все даст тебе такой классный пуш для твоей дальнейшей жизни, то есть, если чем лучше, это, вот эта часть нашей жизни спортсмена, это такой, именно, jump up вверх, такой вот, реально пуш для того, чтобы реализовать тебя дальше по жизни, это твое супер дело, которым ты горишь всей душой, с любовью, занимаешься этим, но это, на этом жизни тебе не закончится, ты должен как-то формировать себя, и сейчас этот инструмент, это социальные сети. В нашем современном обществе это максимально мощнейший инструмент для того, чтобы дать себе еще какое-то развитие для будущей жизни, и, как бы, это, можно сказать, за делом на будущее. Соня? Да, ну вот, я, наверное, скажу, что менее ответственно подхожу к, наверное, инстаграму, чем Игорь, он все-таки ведет его регулярно, я такой, в какие-то моменты, например, в моменты, там, не знаю, соревнований, или вот был достаточно эмоциональный год, мне нужно было к чему-то готовиться, там, экзамены, институт, я могу сказать, что я закрываюсь, и, ну, прежде всего, наверное, да, перед какими-то важными событиями стараюсь концентрировать всю энергию внутри себя, на себе, и, как бы, можно сказать, так не раскуляться. Вот, если я делаю что-то красивое, что-то я делаю в какой-то активной социальной сети, как правило, это идет уже после того, как какие-то ответственные моменты в моей жизни проходят, то есть, я не могу себя полностью, наверное, описать, как публичный личности, как человек, который занимается инстаграмом, хотя, вот, после того, как я поступила в институт, и сейчас такой год, как бы, появилось больше свободного времени в любом случае, и интернет начал играть большую роль в наших жизнях, я стараюсь заниматься инстаграмом, недавно там участвовала в спортивном марафоне, я понимаю, что интересно болельщикам, и я слышу позитивные отклики, я вижу комментарии, я понимаю, что это, создает момент такой вовлеченности в процесс болельщиков в спорт, и мне кажется, это здорово, сейчас я тоже стараюсь заниматься социальными сетями, и честно, даже подумываю насчет создания канала на ютюбе, но это так, на будущее планы. очень неплохая, очень неплохая задумка, ты знаешь, судя по нашему качеству интернета, я уже тоже задумываюсь о создании канала на ютюбе, потому что это начинает немножко раздражать. ребятушки, у нас осталось две минуты, у меня были еще к вам вопросы, но, наверное, я переделаю их в такие больше слова от себя, я знаю, Соня, что ты поступила, да, в этом году в ГИТИС, и я хочу тебя с этим поздравить, Игорь, насчет тебя мне хочется сказать, что твои постеры, и, честно говоря, я сейчас попытаюсь вывести это сюда, надеюсь, тут все не съедет полностью, да, вот, чтобы вы понимали, о чем идет речь, видео обрезалось немножко так, да, Игорь у нас занимается теперь, как я поняла, с помощью компьютерной графики, да, созданием таких не только с помощью компьютерной графики, а какие-то постеры можно обводить в такой формат, если очень большой, иногда стоит распечатать на, это на, в типографии, а иногда можно делать, в принципе, и, ну, как картины, или что-то. Ну, и, как я понимаю, именно вот эта работа, да, досталась Саше Степановой, и сейчас красуете у нее вместе. Да, у нас заказы есть. Блин, я тебе больше сказал, что это работа Саши, и это работа Саши с нашим прекрасным психологом Жанной. То есть, эта самая цель была такая, психологическая практика, там нужно, это был выплеск отрицательных эмоций, мы закругляли углы, просто я, если сейчас начну это рассказывать, минут на 40, это очень интересное задание, это получилось очень красиво, и креативный Игорь решил сделать Саше такой вот презент в новую квартиру. Саша Нинароком сказала, ой, я бы такое себе квартиру повесила. Да, вот, собственно, мы можем видеть, мы можем видеть те самые длинные ноги Александра Степанова, и вот эту вот, да, вот эту, я даже не знаю, просто как это, как это назвать, как, ну, не знаю, постер-постер-картина, да, но в любом случае, ребят, очень хочется отметить то, что безумно приятно понимать, что помимо спорта, да, вас занимают еще какие-то вещи, потому что, как правило, зачастую спортсмены настолько углубляются, да, и это, в принципе, понятно, да, спортсмены настолько углубляются в свою карьеру, что забывают о посторонних вещах, которые, в принципе, в дальнейшем, да, могут им как-то сыграть на руку, пригодиться, не говоря уже, понятно, там, о таких базовых вещах, как образование, да, и вот таких хобби, как у Игоря. Мне хочется, ребятушки, в завершении нашего эфира, который к концу перестал глючить, что очень приятно, мне хочется пожелать вам успехов в этом, безусловно, непростом, но, надеюсь, все-таки спортивном сезоне, просто оставайтесь такой же сплоченной командой, да, включая ваших тренеров, и пусть все обязательно получится и будет хорошо, и, конечно, без травм и не болеть. Есть что сказать? Спасибо большое. Женщик, тебе спасибо большое, как говорится, thank you for having us, спасибо, что провела с нами такую продуктивную беседу, такое интересное интервью. во всем. И тебе, да, на самом деле, тоже хочется пожелать успехов. Спасибо. И на самом деле, то, что ты делаешь, это очень здорово, и это действительно ценится и спортсменами, и болельщиками. Вот, в мире фигурного катания ходят разговоры о тебе, я точно тебе это говорю. Вот так вот. Ты тоже пожелать успехов, развития, вдохновения в это непростое время, ты его откуда-то черпала. Вот, спасибо тебе большое за эфир, было очень приятно поболтать. Взаимно, взаимно, ребятушки, взаимно. Да, побольше бы вот таких нам людей, хотя нет, Лин, давай вот толкай свою линию, вот этот, ты создала новый рынок, и ты его будешь продвигать, то есть ты молодец, большая. Ну все, ребят, вы меня забросали, забросали к элементам, теперь я уже просто не могу, понимаете? сойти с этого пути, так что еще раз вам огромное спасибо, огромное спасибо всем зрителям, которые это смотрели, я надеюсь, что было максимально информативно и интересно. Ребятушки, обнимаю вас, и до встречи, обязательно, когда-нибудь с вами увидимся, пересечемся, и поговорим вживую, надеюсь, очень сильно. Все, пока, дорогие. Пока, всем спасибо. все, ребятушки, эфир будет сохранен, вы можете видеть эту прекрасную, прекрасный постер в исполнении Игоря, все еще. Будьте здоровы, будьте счастливы, не болейте, эфир будет в IGTV, и все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok